Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами. Наш земляк Сергей Шибенков вновь в этом списке. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуй. Здравствуйте. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елены Синбаева еще в январе призналась, что рада попаданию в этот список. Он тогда состоял еще и 40 человек. По ее мнению, это значит, что именно спортсмены из списка претенденты на призовые места на Олимпиаде. Ты с этим согласен? Ну, как бы призовые и не призовые, это уже как на Олимпийских играх сложится ситуация. Ну, как вы знаете, началась вся эта история, тянется до сих пор. С 9 ноября ИАФ, международная наша ассоциация всех легкоатлетических федераций всего мира, приостановила членство Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, как бы получается, в себе. Ну, в чем это выразилось? То, что все спортсмены из России оказались отстранены от участия в международных соревнованиях. Опять же, я хочу подчеркнуть, что своим решением ИАФ прежде всего хотел наказать нашу федерацию, не спортсменов, а федерацию, за то, что, ну, вроде как, допинг, попустительство, но это длинная история. Что же это за списки? Одним из условий возвращения, так скажем, в мировую нашу жизнь было как раз-таки составление вот этих списков из спортсменов, которые претендуют на поездку, в частности, на Олимпийские игры, которые вообще претендуют на участие в международных соревнованиях. Туда попали, как, скажем так, наши топовые спортсмены, я в их числе, и Елена Исенбаева, и многие другие, так и ребята с плохой репутацией, скажем, за кем нужно еще дополнительно последить. То есть те, кто уже были уличены, либо подозреваются в употреблении допинга. Этот список, он получился один, поэтому возникла сначала путаница, как же так? Вроде как, и этих подозревают, значит, и этих подозревают. Нет, не подозревают, но да, хорошо, что включили. Одним из условий, опять же, возвращения членства Российской Федерации в международное является проведение дополнительных мер по допинг-контролю. То, что меня могут тестировать, то есть в любое время суток, не в любое время суток, в любом месте, это, опять же, это, конечно же, так, но это не значит, что меня до этого не тестировали. Я постоянно под гнетом, я постоянно должен каждый день указывать, где я нахожусь, и указывать один час, в течение которого меня можно 100% вот в указанном месте найти. Далее, что за список из 4 тысяч фамилий? Логика этого списка, она совершенно проста и понятна. То есть это спортсмены-профессионалы, которым запрещено участвовать в международных соревнованиях, ну, временно. То есть формулировка «все спортсмены из Российской Федерации не могут участвовать», она не совсем верна. Почему? Потому что все-таки имеется в виду, что существуют спортсмены-профессионалы, существуют спортсмены-любители. Вот вроде как, чтобы оградить спортсменов-любителей от такой вот судьбы нелегкой, вроде как, они-то здесь при чем? Ну, я-то совершенно логично задаю вопрос, ну, а мы-то здесь тоже при чем? Но тем не менее, там даже в этом списке есть пояснение, что он является исчерпывающим. Мне кажется, что сейчас к ситуации с тестированием в любое время суток ты относишься уже философски, или я ошибаюсь? Да, но на самом деле, опять же, вот если мою перспективу, как я себя в этой ситуации чувствую, рассмотреть, для меня ничего вообще не поменялось. Меня как тестировали, так и тестировали. Ну, раньше меня тестировали, обязательно было хотя бы, вот есть у нас тестирование на соревнованиях, есть вне соревновательное. Вот вне соревновательное тестирование – это такая, как сказать, отдельная область. Ну, раньше у нас был тест обязательный раз в три месяца, хотя бы один. Это не значит, что он был один, их было больше. Сейчас вот вроде как, ну, раз в месяц нужно, да, тестировать. Постоянно тестируют, опять же. Ряд российских средств массовой информации расценили появление нового списка как окончательный запрет нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде в Рио. Есть ли в этом какая-то доля правды? Запрет у нас, как вы сейчас знаете, он не то чтобы окончательно, формулировка звучит, как «мы отстранены». Нам, ну, вроде запрещено, но временно. А насколько временно, никто не знает. До устранения нарушений, там, до выполнения условий, которые нам поставила Международная Федерация. Вот, опять же, условия связаны, в первую очередь, с проведением вот этих тестирований злополучных. Вся вот эта шумиха не мешает тебе в подготовке к соревнованиям? Какие планы вообще у вас? Нет, не мешает нисколько. Сейчас все идет своим чередом. Готовимся так, как мы и готовились бы, если бы этого ничего не случилось. Понятно, что стараемся с тренером держать руку на пульсе, но и остается быть только оптимистами в этой ситуации и надеяться на скорейшее разрешение всех этих конфликтов. Как вообще настроение? Отличное. Отличное настроение. Нет, ну, понятно, что это все дело неприятно, нехорошо, но если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Если ты попал в аэропорту на рейс, который задерживается очень-очень надолго, то не нужно нервничать, нужно расслабиться и попытаться как-то отдохнуть и получить удовольствие. Спасибо, Сережа, за эту добрую, оптимистичную беседу. Спасибо вам. Всего доброго. Я напоминаю, что гость нашей студии сегодня, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами, наш земляк Сергей Шубенков.